здравствуйте это канал максимазы и сегодня мы с вами посмотрим на игру как достать соседа она жена и boss from hell которая вышла для nintendo ds если кто-то не знает что такое nintendo ds я кратенько расскажу nintendo ds это такая портативная консоль с двумя экранами отсюда и название ds то есть и dual screen сокращенно вышла на 2004 году и у нее было два экрана верхний был основной нижний был сенсорный ну и разрешение у обоих экранов конечно было довольно низкая но понятно 2004 году чего-то большего ждать не стоило тем более для портативной консоли то довольно популярная консоль получилось но конечно все-таки nintendo в 2000-х годах уже не была такой популярный сейчас она уже вообще почти не популярны к сожалению хотя не знаю почему мимо марио что-то многим уже надоел хотя мне нет ладно в общем в 2009 году вышла на и боссом хелл на ds конечно же я скачал игру и мы когда ее запускаем нам предлагают выбрать язык русского здесь сожалению нету поэтому выбираем английский это у нас нижний основной экран сенсорный нам показывают разработчиков просто пока заступительный ролик он немного подтормаживает никаких 60 fps конечно же здесь ждать не стоит все мы с вами уже эти три ролик видели когда консольную версию проходили вот здесь небольшое такое разделение но я по-другому не могу никак сделать вот этот верхний экран это основная вот это сенсорный даже нажмите старт что продолжить короче говоря вот такое вот примечательное у нас примитивное меню вообще что мы получили из neighbors from hell на ds мы получили очень посредственный порт с геймкуба и иксбокса сейчас объясню почему посредством ну вы видите конечно меню кнопочки тут некрасивые консольной версии там были красивые кнопки здесь всего три кнопочки это начать игру настройки и дополнительные консольной версии помимо этих новых была еще кнопка настроить профиль здесь никаких профилей нет здесь просто одна общая игра один человек если надо начать игру по новой просто сбрасываю настройках прохождение посмотрим что настройках также можно настроить звук контроллер может посмотреть как выглядит управление настройки игры давайте все это оставим экстрас это титры интро и аутро консольной версии скетчис еще было там там были картинки персонажей просто здесь такого к сожалению нет нажимаем старт гейм здесь также как и в консольной версии есть четыре режима которые это бесполезно абсолютно но благо есть один плюс тс версии сверху написано в чем примечательны эти режимы в конце чем отличаются эти режимы друг от друга консольный в консольных версиях нет такого что-то звук подключивать на самом деле много наверное из-за того что я записываю ролик но это странно классический режим это короче не просто там стандартная игра а вместо монеток счетчик злости уровне там надо проходить так чтобы разблокировать следующие и одна жизнь все приплее не совсем понимаю чем отличается знаю только что там уровне разблокируются пройдя уровне все со всеми монетками в стандартном и классическом режиме и поскольку вот это просто по порядку проходишь уровне с одной жизнью и если счетчик злости где-то собьется вы проиграете ладно стандартный режим давайте и сразу же мы замечаем самый жирный минус этой версии здесь нет уровней из первой части когда сосед здесь есть только из второй части почему их нету хрен знает не уж то какая-то была проблема портировать уровне из первой части на диэс я не знаю игра к сожалению подлагивает таком погодите к вот так правильно короче механика игры здесь абсолютно консольные уровни из второй части здесь абсолютно такие же как как в консольных версиях они ничем не отличаются механика здесь такая же консольный ну графика как вы видите она здесь не просто хромает один она едет на инвалидной коляске точно так же как и звук все из-за скудных характеристик консоли так нас здесь обучают также консоль наберутся предметы инвентарь находится снизу с помощью сенсора мы выбираем какой предмет использовать так можно спрятаться до показывают какими кнопками управлять нажимаем кнопочку l держим и на цыпочках идем а а а а а а а а а в общем по так же подходим открываем вот эту вот фигню с помощью вот этой вот мини игры мы должны держать предмет в центре это довольно недолго происходит держим R мы управляем камерой это довольно удобно управление здесь достаточно удобное я вам хочу сказать но мне вот очень понравилось что нет уровней из первой части почему их нет вообще фиг знает разработчики этого не говорят неужели было так сложно поаткировать уровень из первой части сюда мысли соседа и мамаши внизу у нас находится показываются на сенсорном экране короче первым делом мы так сенсором да уйди ты выбираем сенсором предметы и делаем пакость надо было выключить туториал в настройках то бесит уже честно говоря кстати я смотрел обзор этой версии на канале пилплей которого сейчас уже нет он забанен ютубом за за то что он там неприличные игры проходил так так подходим к лужице выбираем мыльцо кладем его сюда затем выбираем этот предмет и так же делаем пакость интерфейс похож но он хромает красивых анимаций здесь нет таких интерфейсов ой я не туда нажал что-то что-то начало подлагивать давай скользи скользи туда вот почему нельзя было назвать эту версию как-то neighbors from hell 2 ведь это же вторая часть то по сути уровень только из второй части из первой то нет так 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 вот на этом канале пилплей ээээ он любит когда соседа снимать и там он делал обзор мы ну потому что не знал видимо что такой22 с по этому кучу претензий предъявлял не понимал даже как подпирать как выбирать предмет не строительство куда нижнему нужно как построку поэтому 隊 в умножке там вовле области рольяль почему я-то понимаю почему разработчики смогли сделать так ну изначально не понимаю то что почему он из первой части так мы прошли этот уровень на перфик давайте еще пройдем несколько сохраняется наш прогресс так субмарина следует у нас следующий уровень давайте его тоже с вами пройдем да давайте несколько уровней сегодня пройдем я думаю все четырнадцать эпизодов из второй части здесь остались в игре так выбираем акулий плавник теперь спускаемся вниз надо было взять палочку тростник чтобы вытащить крем некоторые мини-игры сменились игры на этот самый господи где мы прячемся и где надо это предмет разыскать вот так потом покажу их на этом уровне просто нету ни места где спрятаться и нет места где давайте подождем пока он сюда вернется он тут еще ходит ракеты запускает как консольной версии точно так же если вы не видели прохождение консольной версии на моем канале обязательно посмотрите мы с вами проходили от начала до конца последнем уровне правда видео прохождение смотрели потому что у меня там почему-то вылетает игра кладем быстрее и уходим все свалили сюда и кладем сюда плавничок так теперь надо набрать никаких плавных анимаций здесь нету в отличие от консольной версии но здесь ну понятно вы наверное понимаете почему скудные характеристики консоли так веревочку надо сюда прицепить так теперь подрезаем мостик и выливаем угри в этот пруду так он испугался акулы вот так может спрятаться давайте это сделаем все происходит то же самое что и в консольной версии вообще жаль что нет уровня из первой части я бы очень бы хотел переделанный уровень из первой части поиграть потому что они довольно сильно отличаются от пк версии 2 уровни из второй части так сильно не отличаются если вы знаете почему заработчики и добавили что у меня из первой части напишите нам пожалуйста в комментариях так следующий уровень посложнее полю давайте пройдем потому что там есть те мини-игры по которой я вам сказал надо их тоже с вами посмотреть без них никуда тогда давайте сюда пойдем возьмем перчик блин мотороллеры уже задолбали на улице давайте поднимемся и проскользнем туда управление мне кажется здесь даже удобнее чем на консолях так вот здесь у нас одна из мини-игр довольно сложная мини-игра нужно провести вот так шарик шарик другой конец экрана на компьютере это конечно легко а вот на консоли нет потому что там проблема в том что там шарик очень маленький и такой что конец стилуса пожалуй больше него и под подцепить его стилусом и вести на самой консоли это реально очень трудно не буду вам ни в коем случае совет попробовать самим это действительно та еще головная боль на на телефоне и на приставке на 3ds можно кстати поиграть в эту игру там же поддерживаются игры так мини-играс на стой вот так вот надо шарик не упустите все вылезаем а мы пока погуляем тут кинем ядро и велосипед немного подкручиваем нет мы должны проскользнуть у нас сосед да и сейчас мы получим чулки только после этой пакости в консольной версии можно получить чулки по-другому никак и по по а а а а берем эти чулки и и и идем туда а поставим чулочки Сюда. А, да, точно еще и эту пакость надо посмотреть. Да, вот так вот. Он упал красиво и держим, продолжаем держать этот предмет в центре. Держи, держи, держи. Стой, 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 стой. Вот другое дело. Ой, немного подключил, вот тут анимация. Я играю в эмуляторе, не на самой приставке, у меня нету приставки такой. Естественно. Прячься, прячься. Прячься. Басистых звуков в колонках упала картина прямо на голову. Ну, давайте пройдем еще парочку уровней и закончим. Может быть, если я решусь, если вы заходите, мы пройдем эту версию игры до конца. Хотя мы консольную версию с вами проходили. Здесь последний уровень глючить так не будет, как у меня на эмуляторе Dolphin. Хотя мы консольную версию проходили. Хотя вот иногда он там у меня все-таки не глючит, этот уровень. Иногда... Иногда... Иногда получается. Так, здесь мы все подобрали. Выпыскиваем сумочку. Переносим шарик. Переносим шарик в другой конец экрана. Ай, блин. Почему-то здесь фон, кстати, белый в лабиринте. В прошлый раз он был такой же, как вот этот. Давай быстрее, пока он сюда такой не пришел. Есть! На компьютере это очень легко. Так, с помощью чипцов берем гирвянду. Так. Так. А, точно. Ракетки еще надо взять. Ракеты две. Фейерверк. Так. Берем... Это самое. Угрим. Куда? 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 Стой! Вот. Хорошо. Так. С помощью этой линдышки непонятной берем огонек. Ну и давайте ракетки сразу сюда положим. Фейерверк. Так. Гирвянду сюда прицепляем. Так. Он здесь. Хорошо. Подпиливаем, подпиливаем. Стульчик и капкан кладем на это полотенце. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. Прям в лицо ракеты ему полетели? Только он че, слепой что ли, не видел этой ракеты? Что он поджигает ракеты? Или что он там делал с ним Почему они у него полетели Кладем эту ледышку с огнем сюда И угря по акварию Все, мы все сделали Ладно, все, мы все покоси с вами сделали Теперь Просто стоим здесь И смотрим на соседа Прикольно Прикольно Прикольно, лег прям в капкан И он его не видел, что Хотя, как его можно увидеть Если у него был один из таких вот цветов Как капкан На панде, который у него нарисован На платинце, их его плохо видно Ой, простит Который раз его толком бьет уже Ладно, давайте еще один уровень Не точно на этом хватит Все так же на пюртфикт Проходится у нас Давайте еще один уровень гонг Ииии На этом закончим Если вы заходите, я пройду эту версию до конца Но только в других сериях уже Давай, грузись Грузись, грузись Грузись, грузись Куда ты идешь Стой Подбираем все предметы Которые у нас тут Вообще и есть На карте Так, опять проводим шарик Другой к конец экрана Лабиринт, по-моему, один и тот же Мне кажется Разнообразия никакого Не могли сделать разработчики Давай, возьми эту чашечку Да шо ж такое, простите Так, берем вот эту хрень Непонятную Берем медвежонка, блин Ждем, когда сосед уйдет Сосед ушел И мы идем сюда Меняем Петарды Твои на медвежонка Петарды, хлопушки что такое ладно ты пока короче иди на я тут на гонг который я там жить и перестроил так можно считаете без проблем давай а это чувак а этот чувак который стучит ему походу по фигуру он сам ничего не увидит так вообще надо ждать тут не ждать пока сосед начнет спускаться давай спускайся быстрее я сейчас тебе тут сделаю сюрприз еще один к сожалению у меня мало времени остается на то чтобы смотреть как ты это все делаешь я же на перфиг хочу это пройти да я вижу ладно надеюсь он успеет прийти сюда да по идее должен успеть давай 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 успеет 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 Ну и оставайся в последней пакость, которая с кирпичом. Давай, сосед. Иди к кирпичам. Ха-ха-ха. Очередной уровень пройден на перфект. Ладно, на этом предлагаю закончить эту серию мою. Уложились в 30 минут. Чтобы пройти целых 5 уровней. Ну что ж. С вас лайкосы подписываться с меня, печные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, также группу ВКонтакте. И сидите дома без нужды, не ходите на улицу. Уже у нас в городе 2 пацана умерли. Потому что не хотели карантин соблюдать. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok